Решил тут затронуть такую тему о законодательстве России, а именно о Конституции России и о вопросах толкования Конституции. Обязательно рекомендую перепроверить все мои слова, посмотреть самостоятельно все действия, которые будут показаны к видео, а также будет дано небольшое объяснение на законодательство о Конституционном суде. Что же это такое Конституционный суд России? Чтобы вам лучше понять этот вопрос, в российском законодательстве самой высшей по юридической силе является Конституция России. Из Конституции есть статья такая, что высшей юридической силой обладает Конституция России и федеральные законы, а не наоборот. То есть, как можно было еще сказать, что и федеральные законы, и Конституция России. Но в данной формулировке именно верховенство имеет Конституция России. И исходя из этой формулировки, есть суды в России. И самую высшую юридическую силу имеет Конституционный суд России. И поэтому он представляет для нас интерес. Интерес его положений и определений. Конституционный суд России функционирует на основе федерального конституционного закона. Есть обычные федеральные законы, а есть именно федеральные конституционные законы. Федеральные конституционные законы также имеют приоритет над федеральными законами. И они стоят выше по юридической силе. И Конституционный суд России, он трактует и объясняет нам различные положения Конституции. В этом его роль. А также разъясняет различные состыковки, либо не состыковки, существующими законами России. И различными уже нормативными актами, которые тоже идут следом за законами России. То есть, для более подробного понимания, есть также лесенка юридической силы законов России. То есть, идут федеральные законы. Особое место занимает среди них это кодексы России, которые также являются сборником федеральных законов. И ниже идут уже законы областей и республик. И постановления также областей и республик. Если еще углубляться еще ниже, то есть районные постановления и сельские постановления. Которые принимаются на основе законов областей и республик. То есть, как мы уже понимаем, Конституционный суд, он именно призван для того, чтобы показать согласованность всех этих уровней законов. Значит, у Конституционного суда присутствуют постановления и определения. И для большего изучения детального, я включил компьютер, мы набираем в Яндексе «Конституционный суд РФ». И в первой же строчке у нас сайт Конституционного суда Российской Федерации. И на что рекомендую обратить внимание, обязательно, здесь будет строчка «Решение Конституционного суда Российской Федерации». «Решение Конституционного суда Российской Федерации». И лучше всего перейти именно в расширенный поиск. «Решение Конституционного суда Российской Федерации». Будет такой раздел и высветится табличка. Для простоты поиска разных положений, лучше использовать классификатор правовых актов, утвержденных указом президента РФ. «Решение Конституционного суда Российской Федерации». Здесь табличка опускается, и открываются разные классификации. Листается ползунок. Дальше мы рассмотрим, конечно же, личные законодательства, но перед этим рекомендую ознакомиться именно с разъяснениями Конституционного суда по различным вопросам жилищного законодательства. «Решение Конституционного суда Российской Федерации». Здесь тоже есть объяснение. Это берем именно как пример. То есть, для большего понимания вы можете брать для вас интересующий вопрос. В данном видео мы рассматриваем именно дальнейшее пример жилищного кодекса. И он начинается с такой циферки, как 0,50. И точечки дальше идут. Здесь различные подразделения по вопросам. Можете, например, прочитать про коммунальные услуги, какие определения давал Конституционный суд. Я открываю газоснабжение. Именно по газоснабжению и различным пунктам жилищного кодекса, федерального законодательства и постановлений правительства здесь даны интересные разъяснения. То есть, когда вы зайдете в определение Конституционного суда, вы можете предварительно изучить, как высшая инстанция проводит формулировку различных вопросов российского законодательства и их соответствия. Также интересным будет раздел «Правовые позиции Конституционного суда по отдельным вопросам». И здесь на сайте есть различные уже тематические разделы, где собраны постановления в единое целое по разным вопросам и в соответствии именно с Конституцией. То есть, можно зайти, также рекомендую сюда зайти и прочитать то, что вас интересует. Например, перейду в такой раздел «Свобода договора». Это из Гражданского кодекса идут выдержки и объяснения Конституционного суда. Здесь представлен сборник различных постановлений за разные годы. То есть, вы встретите такие номера и цифры в решениях Конституционного суда. Эти цифры распределены по годам. Здесь постановление буквой «П» пишется и через черточку ставится год. Но, естественно, лучше начинать просмотр интересующих вопросов с самых свежих постановлений. На данный момент это 2019 год. Определение же ставится буковкой «О» и также через черточку год. Поскольку определение и постановление Конституционного суда является также высшей юридической силой, то в них вы встретите такую формулировку, что дальнейшему обжалованию и рассмотрению определений и постановлений Конституционного суда не подлежат. То есть, уже они окончательные и, как говорится, на них уже опирается действующее законодательство. В общем, крайне рекомендую данный сайт все посмотреть своими глазами и изучить его. Также дальше нам будет интересен для рассмотрения Верховный суд Российской Федерации. Он уже находится на ступенечку ниже, чем Конституционный суд. И там тоже есть различные разъяснения. В качестве примера будем рассматривать Жилищный кодекс и пояснения по жилищным вопросам. Верховный суд также нам поможет в понимании законодательства России.